Масса информация прошла в некоторых средствах массовой информации о том, что сегодня будет принят закон о предоставлении одного гектара бесплатно земли для жителей дальневосточного федерального округа. На самом деле это будет в пятницу, но тем не менее нужно также вспомнить, кто первый озвучил эту проблему. Еще в 2010 году фракция ОДБ отчета правительства своих нормативных программных документов призывала обратить внимание на использование земли на Дальнем Востоке. У нас только у нас есть программа 22 пункта по развитию Дальнего Востока и одно из приоритетных это бесплатное предоставление земли. В частности нашими депутатами еще в 2013 году в том же мае был внесен законопроект о родовых поместьях. Родовых усадьев, позже коммунисты внесли о родовых поместьях, недавно совсем присоединилась Справедливая Россия. К этому движению в ноябре только этого года и в пятницу будет в первом чтении рассмотрен данный законопроект. Поэтому когда мы говорим о важных инициативах, нужно вспомнить, кто был первым, кому принадлежит авторство. Здесь что хочу добавить еще. Про наш закон замалчивают, он же приятный. Уже два с половиной года. Но не действует. Не действует почему? Потому что на местах губернатора, глава администрации районов, землицу берегут в своих руках. Ищут богатого покупателя. Ищут того, кто заплатит хорошие деньги по какой-то схеме. А что вот так, допустим, просто раздать или продать? То есть он не действует. Не изымает. Потому что своим людям продали. Родственникам продали. И все стоит. Если этот год не используют по назначению, изымает. Только о чем они изъяли за два с половиной года? Вы объявите, сколько вы земли изъяли. Инфляция законодательства. Закон есть? Не действует. Кто виноват? Губернатор. Отстраняйте их от должности. Глав администрации. То же самое по амнистии. Сейчас продлеваем на полгода. С какой стати, вот в эти полгода, кто-то деньги повезет? Если условия те же. Мы предлагаем это с 90-го салона года. Не проходит. Мы предлагаем абсолютный вариант. Любые деньги, из любой точки планеты, в конкретные банки нужно определить, Сбербанк или ВТБ, с введением жесткой государственной тайны вклады. Тогда деньги повезут. Под гарантией закона по этому банку. Специальный счет. Амнистированные капиталы. И там каждый открывает свой счет и получает любые проценты, как обычные потребители банковских услуг. Но этого нет. Мы продлим на полгода. То есть по земле ничего не идет, потому что они слушают ЛДП. Слушают, принимают закон, ничего не делают. Когда в ноябре 90-го года меня спросили, что надо делать. Я сказал, ввести в стране чрезвычайное положение. Это потом, когда ЧП идут. И со слабыми маршалами и генералами, которым уже рухлядят, сыпется песок. Что они будут делать? Не сделали это? Вот 25 лет пустую. То есть с землей пустота, с деньгами пустота. Это вот ошибка. По новогодним праздникам мы не предлагаем забрать дни отдыха у граждан. Мы говорим, дайте возможность гражданину выбирать самому. Кому надо в новогодние дни, эти 10 дней, берите. Мы суммируем все эти праздничные дни. Дайте дополнительный отпуск. По частям использую. По одному дню каждый месяц. На Новый год летом, когда хочешь. Но 2 января все идут на работу. 90% граждан России хотят работать. Что же мы с законом выдвигаем в пользу богатых, которые мечтают уехать с 20 декабря по 20 января. Мы не ликвидируем новогодние каникулы. Мы говорим, дайте право людям работать. Они хотят. Поэтому только 3 дня отдыхаем. 1 января, 9 мая и 12 июня. Все остальное, когда хотите. У вас есть еще 10 дней. Нет, начинают там где-то комментаторы. Вот, хотят убрать праздники. Никто не убирает ничего. Мы идем на встречу граждан. Как по земле. Как по амнистии. Но это не все слушают. Теперь, значит, еще один вопрос, связанный с наглым поведением некоторых журналистов. Вот прекрасная передача «Бесогон», «Михалков», «Россия-2.4». Вдруг сняли. Но это обязательно протестуем. Дадим задание комитету по информационной политике. Понятно. И нам непонятно, почему сняли. Но в ответ на это, значит, спортивный телекомментатор государственного канала «Матч-ТВ» Алексей Андронов. Он в своем твиттере пишет. Вся швондоровщина, мерзость, нечисть, любители Новороссии, русского мира и прочие клошары. По-русски это бомжи. Сброд всякие, да? Отсюда вычищены. Жрите свое дерьмо в другом месте. Я бы арестовал для этого Алексея Андронова. Арестовать и под суд лет на 20 закопать. Прямое оскорбление всех русских. Всех православных. Мы все дерьмо, этот подлеск, подонок, негодяй. Мы обязательно заставим его украсть со всех телеканалов, и он будет обязательно возбуждено в уголовное дело. Чтобы таких подлецов не было в русской журналистике и в отделах пропаганды. Но этого мало еще. По ТВ-центр наш депутат Алексей Пушков в своей передаче пытался это как-то защитить, эту передачу. Сказал, что это оскорбление русского народа. И при повторной программе, по стрипту, этот кусок убрали. Цензура на канале ТВ-центр тоже по требам заменить руководителя канала. Потому что это матч ТВ, руководитель канала, государственного, Тина Канделаки. Она прямо говорит, никакого русского мира не существует. Россия давно не страна русских, а страна российских граждан. Она с ума сошла, Канделаки. Мы потребуем ее освидетельств. И только больной человек может говорить, что Россия не страна русских. 120 миллионов русских нет. Есть грузинка Канделаки. Вот она есть, страна. У нее Грузия есть. Мы ее не посылаем в Грузию. Но на нас, русских, посылают, что у нас нет страны русских. А страна, так сказать, российских граждан. Есть такая страна, Германия, немецких граждан. Это немцы. Страна немцев. Франция. Страна французов. Как-то можно русский, Россия не страна русская. Давно уже. Таких Канделаки у нас 1%. А 99% это, так сказать, русские по национальности. При этом русские не говорят, чтобы других не считать за представителей России. Все у нас люди любой национальности. Но как так можно говорить, что Россия давно уже не страна русская. Это с какого периода? С момента смерти Сталина? С какого периода? Надо, чтобы Канделаки объяснила. Поэтому бессовестные вот такие есть журналисты, которые сами создают вокруг себя неприятные отношения. Поэтому мы добьемся восстановления передачи Бесогон, чтобы извинились перед Евгидой Михалковым, чтобы убрать Алексея Андронова, как спортивного комментатора СМАЧ-ТВ, убрать руководителя этого канала Тина Канделаки. И никакого, никаких оскорбительных выпадов против русских, русского мира и всех, Новороссий, не нравится. Представляете? Узнать бы Алексея Андронова, Пахомов, узнать, кто он вообще, откуда он появился, кто он в прошлом был. Кто он такой вообще? Спортивный комментатор. Это понятно. Больше, да? Мозгов нет. Все прогонял по трассе, так сказать. За рубежом, в основном, гонял. На машине своей. Даже не понял, что он уже в России работает и живет. Поэтому это и русских пирателей полно. И, так сказать, на Донбассе русские-русские побивают. И какие же пиратели русские сидят в телерадиоканалах. Так же нельзя делать. Этим займемся. Поручим это нашему депутату, первому заместителю, представителю комитета по инновационной политике. Что еще? Все? Вопросов нет? Быстрее. А декриминализация и долгом законодательства? Опять ЛДПР впереди. Возьмите все стенограммы. Мы об этом говорим каждый год. Любая амнистия, мы даем широкую амнистию. Представляете, что они сейчас делают? Мы даем, они амнистию не принимают. А теперь поняли, что в тюрьму посадили уже миллионы людей, прошли через тюрьму. Вы знаете, что у нас отдельные годы через СИЗО проходило до трех миллионов человек. Их не осуждали. Это имеется в виду, дверь открывалась, закрывалась. Вот так, три миллиона проходило. Ну, представляете, какое... Понятно, там были повторы, не боевые возили на прошлое, но все равно. Миллионы людей задерживают. Даже без приговора, просто человек в СИЗО побыл месяц, два, три недели, полгода, до двух лет сидят. Даже четыре часа, то, что положено по закону, это большой удар по здоровью. У нас Новодворского умерла из-за этого. Сколько раз ее задерживали? Да еще на ночь оставляли, бетонный пол. Не давали постели. При царе такого не было. Вот мы всегда выступали. Мы говорим универсально. В тюрьмах оставим только убийцей, значит, мошенников и крупных воров. То есть, барсетку украл, ему два года дают. А ущерб три миллиарда рублей. Один месяц в колонии побывала Васильева, все. И то он ничего не делал. Не могут найти, где она там в колонии находилась. Где ее нары, кроватная, где ее. Огромное количество людей. Где-то вспотнулся, упал, что-то сделал. Год в колонии, два, три и так далее. По-любому поводу. Поэтому полная должна быть декриминализация. Повторяю, нужно начать с другого конца. Лишение свободы и приговор только убийца. Вот расстреляли в кафе людей. Конечно, убийцы. Обязательно по 20 лет дать. Улица Рождественская вчера. Бандиты. По чопу стреляли, видимо, так и на кафе. Перебор, собственность и так далее. Новый собственный не может, наверное, войти в это кафе. Жулик. Жулик. Вот убийца, вот их давайте 20 лет спасали. Поэтому обязательно будем поддерживать. Повторяю еще раз. Не потому, что я руководитель ЛДП. Но вся история Государственной Думы. Везде мы были первыми. Мы просили, нас не слышали. А теперь через тюрьмы прошедшие миллионы людей, они же больные. Они же кого будут рожать? Снова больных будут рожать. Это же заколдованный круг. Это же чудовище. Я до сих пор помню, когда меня задерживали на Пушкинской площади. Это был, я не знаю, 90-й, 89-й, 88-й. 30 лет прошло, я до сих пор помню. Тебя задерживают, тебя тащат, протоколы, в суд. Ну что это такое? За что? Это же очень действует психически плохо на чек. Трижды меня задерживают. Ну, при советской власти трижды приводили в одение милиции. Просто так. Для плана. Там надо тебе сделать операцию. Врач обманывает. Это такая система, когда оценивают, сколько человек ты в тюрьму бросил, ты молодец. Сколько операций не нужно сделать, ты молодец. Сколько кандилаки оклеветало русским, она получила на родение. В каком посольстве я не знаю. Все, до свидания.